Здравствуйте, настало время программы «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Я приветствую Олега Ткачева, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, члена общественной палаты Кировской области. Олег, добрый день. Добрый день. Слушатели, вы можете задать вопрос нашему гостю на сайте kirova.ru. Там же есть видео и трансляция нашего эфира. Вот сейчас во втором части дневного разворота очень активно обсуждали тему сбора пожертвований на лечение детей больных. Гражданские активисты наводнили улицы нашего города. Я чуть ли не каждый день с ними встречаюсь. Я не жертвую. И судя по опросу, который есть на нашей странице ВКонтакте и на сайтах kirova.ru, большинство тоже сталкиваются с этими людьми, с подростками, и деньги не жертвуют. У вас есть вообще рецепт решения этой проблемы, Олег? Вот уполномоченный Владимир Шабардин говорит о том, что законодательство очень несовершенно в этом отношении, они пользуются этим и продолжают собирать средства. И какая часть из них доходит до конкретных больных ребятишек, неизвестно. Я считаю, что законодательство в части регуляции некоммерческих организаций вполне достаточное для осуществления всех функций контроля. Более того, оно даже избыточное. То есть некоммерческие организации могут проверяться кем угодно, когда угодно, по какому угодно поводу. А здесь поводов, ну, очень много, ну, вот если разбирать ситуацию с этими так называемыми гражданскими активистами, это несовершеннолетние, с которыми трудовые отношения оформлены, там, как попало. Ну, вот здесь, например, заставляют их разрешение от родителей писать, собственно, наручно и подписывать вместо родителей. Трудовая инспекция, там, требования к ЗОТО, по другому поводу, там же очень много тонких вещей по поводу законодательства о труде несовершеннолетних. То есть проверка организации по поводу соблюдения, там, условий труда, вот, чем не проверка? Кто ее пытался сделать, в частности, в Кирове или в других городах? Ну, они же волонтеры, они же не работают. Ну, что значит, что они работают? Денежные ограждения получают. Это еще надо доказать получают. Если они не получают официально, там, с уплаты всех налогов, там, извините, значит, это, а, получают, там, какими, наличными средствами, там, в темную, значит, это повод для налогового. То есть это налоговое правонарушение. Ну, то есть зацепиться всегда есть за что, просто, конечно, это надо доказывать, там, собирать документы, ловить за руку, фиксировать. Конечно, этим надо заниматься. То есть вы считаете, что если как можно больше инстанций всевозможных привлечь, да, и будировать эту тему, и заниматься этим упорно, не линясь, то, в общем-то, можно найти какое-то решение. Хорошо. Продолжаем наш разговор. Я планировал начать с другой темы, конечно, с профильной для Олега, именно с некоммерческих организаций, но я об этом чуть позже поинтересуюсь. Просто тут кое-что произошло, и интересно узнать ваше мнение. Накануне 21-го числа в нашем городе открылся таки штаб Алексея Навального на улице Ленина, и далее ранее, вернее, руководитель штаба Артура Абашев анонсировал это событие, оно несколько раз переносилось. И вот сегодня ночью совершилось ЧП, об этом написал Артур, у него сожгли машину. Артур напрямую так вот не написал, что он связывает именно с открытием штаба Навального это происшествие, он написал, что в совпадении, я не верю. Вот открытие и сжигание машины для вас очевидная связь? Ну, мое личное мнение, что связь очевидна. То есть, у нас не каждый день у общественных деятелей и представителей оппозиции сжигают машины. Ваш коллега по ОНК, да? Да, и в принципе, у Артура Абашева, в принципе, нет каких-то других конфликтных дел, настолько, чтобы сжечь машины. То есть, мне кажется, что это радикализация крайних мнений по поводу политики, общественной деятельности. И это очень нехорошо. Это звенья одной цепи и с яркими высказываниями по поводу и оппозиции в целом, и поведения самой оппозиции. Это очень нехорошо, когда процессы радикализируются. То есть, раньше все хотели того, чтобы оппозиция могла, имела право сказать... Указывать на какие-то недочеты, да? Недостатки, недочеты, да. Для этого и закон о публичных мероприятиях. Так, ну, хорошо. Вот оппозиция начала это делать. Но, опять же, это встречается в штыки, и представителями власти, и представителями так называемой патриотической общественности. А может, вас не ожидало такого подъема оппозиционных сил? Ну, а ждало, не ожидало. То есть, понимаете, сейчас получается так, что и сам протест, и действия по нейтрализации этого протеста, они радикализируются. То есть, нет спокойного диалога, нет обсуждения, а как нам дальше жить, там, в каком-то конструктивном русле. Ставлюсь все больше жесткими, такими, звериным оскалом. Общество поляризируется. То есть, они уходят в одну сторону, другие уходят в другую сторону, и эти люди перестают понимать друг друга. Люди совершают разные действия, уже агрессивные. Если так пойдет, ну, вот если продолжить такой тренд, ну, что будет следующим шагом? То есть, там, избиения, погромы, смерти и так далее. Да. Ну, я думаю, тут логично перейти. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Читал ваш пост по поводу высказываний журналиста, да, телеразио-ведущего Владимира Соловьева. Вы написали, что ничем-то хорошим не закончится. Его скандальное интервью в эфире радиостанции Вести ФМ, когда он назвал пришедших на митинги в Москве, и, ну, самые нелестные выражения, и дерьмовые, и мажоры, и это дети оппозиционеров, вы написали о том, что ничем хорошим это не закончится, да? Ну, да. Ну, смотрите, когда вот подобные, там, фразы начинают вбрасывать, там, медийные фигуры, то есть, каждое слово которых повторяется, там, тысячекратно, там, комментируется и так далее, это становится, там, намного опаснее, потому что, когда разговоры идут просто на кухнях, там, люди имеют свое личное мнение, вот, они его высказали друг другу, тет-ет-ет-ет, вот, вот, обсудили, там, пришли к какому-то мнению, ну, ну, и ладно. Ну, когда вот эта вот риторика агрессивная, с недопустимыми выражениями выплескивается через средства массовой информации, через, там, медийные фигуры, это становится, там, действительно страшнее, это действительно опасно. — А господин Соловьев, он вообще отдал себе отчет, на ваш взгляд? Что это, в общем-то, под статью попадает, и я абсолютно с этим согласен. Петиция, да, в интернете появилась, подписи, сбор подписей за то, чтобы в отношении Соловьева было возбуждено дело по статье «Ненависть либо вражда, равное унижению человеческого достоинства». Я накануне, например, подписывал эту петицию. — Ну, я сейчас не подписываю петиции, потому что я не верю, как бы, в механизм, там… — В то, что дойдет до конца. — Да, сбора подписания петиции. Мне кажется, что вообще формат такого подписания петиции – это, ну, такой, пару ходящих свисток, вот, которые эти подписи, ну, ну, куда они потом? Ну, кто их потом читает? Ну, хорошо, это ваша позиция. Вот по поводу того, отдавал ли он себе отчет? — Он должен был себе отдавать отчет, и там любой человек, там, любой публичный человек, там, любой известный человек должен, там, десять раз подумать, прежде чем сказать какие-то резкие, грубые выражения, потому что его слова могут, там, превратно истолковать и принять как руководство к действию. У нас много разных людей с разным пониманием. Вот, если человек, который, ну, там, формально, неформально, но по факту является одним из рупоров действующей власти, вот, и как-то интерпретирует, там, поведение нынешней власти, организует телеэфиры, там, радиоэфиры, там, в поддержку действующей власти, если он использует такие выражения и такое описание ситуации, вот, ну, должны ли мы это воспринимать, как позицию власти команды ФАСА? — Угу. Интересно. — Должны или нет? Вот, я не знаю, на самом деле. Согласована ли позиция, там, личная позиция Соловьева с теми людьми, с которыми он координируется по... — Я тоже на данный момент не могу чётко ответить, конечно, на этот вопрос. Но на ваш-то взгляд всё-таки наговорил господин Соловьев на эту статью, это возбуждение ненависти и унижения человеческого достоинства? — Моё личное мнение наговорил, но, опять же, это вопрос подачи, там, официального заявления в правоохранительные органы, то есть не в петиции, а именно в правоохранительные органы. И правоохранительные органы должны, ну, этот эфир разобрать. И если есть заинтересованные, а я знаю, что там заинтересованные есть и, по-моему, уже там исковые заявления там поданы, то, ну, делу пусть даётся официальный ход. Ну, если честно, я не верю, что российский суд осудит телеведущего за его высказания в эфире, вот, ну, вот, чисто по-человечески я не верю, что это состоится. — Кстати, когда я посмотрел этот видеоролик, сразу вспомнился ответ Усманова Навального, вот такой бесцеремонный, да, когда он сказал «Тьфу на тебя!» И вот, по сути, Соловьев то же самое сделал. Тьфу на этих людей, которые пришли, да? — Ну, да. — И якобы портить праздник, День России, 19-го числа. Олег Ткачёв — это его особое мнение, мы продолжим через полминуты. Сегодня это особое мнение Олега Ткачёва, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, члена общественной палаты Кировской области. Я хочу ещё вернуться ненадолго к теме открытия штаба Навального в нашем городе, как вы вообще к этому-то и время относитесь. Ранее Артур Рабашев говорил, что там могут собираться любые люди по различным темам, обсуждать можем всё, что угодно. Ну, там какая-то гипстонная работа в виде листовок. — Да я спокойно отношусь к политической деятельности. господина Навального, ну, просто спокойно. То есть я не являюсь его сторонником или поклонником. — Нейтрально, в общем-то. — Да, то есть я считаю, что если есть что сказать, то пусть говорит. Если есть возможность организовать вокруг себя сторонников, людей, которые помогают ему в этой работе, да, ради Бога. Пока всё делается в рамках закона, ну и пусть делается в рамках закона. То, что это пафосно названо именно штабом, предвыборным штабом президента... — Ну, к этому тоже можно спокойно относиться, раз уж такая терминология используется... — Да, то есть мне немножко странно, как это, ну, юридическая сущность предвыборного штаба, вот, с учётом того, что Алексею Навальному, вообще-то, нельзя по закону будет баллотироваться в президенте. — Гэлла Панфилова недавно, да, заявила об этом. — Ну, с другой стороны, как бы я так же не понимаю и надежды, ну, лояльной части общества о том, что на следующий президентский срок, там, а кого же ещё, кроме как Путина? — А я тоже не понимаю юридической сущности, вот, а как, вот, сколько сроков? — Угу. — У нас же есть ограничения. — Ну, хорошо, то есть, пока в стране муссируются и, там, полуформально-неформально, там, называются два кандидата, с разной степенью, там, поддержки людей, с разной степенью, там, с разной степенью, разных, там, людей. — Это кто, простите? — Ну, ну, военные Путина. — А, вы их имеете в виду? — Да, просто муссируются. Ну, с юридической точки зрения, я по обоим кандидатам, я не могу понять, как это будет выглядеть юридически. — А есть ли у вас, Олег, некая тревога со будущего этого штаба? Вот такая история сегодня с личным имуществом, от которого вашего произошла? — Ну, скорее всего, там, какие-то инциденты ещё будут. Вот, я надеюсь, что они будут не такие, там, сильные и громкие. Мне кажется, что деятельность и конкретно команды Навального, и вообще оппозиции, любое событие приобретает резонанс. События явно конфликтные, то есть люди противопоставляют себя действующей власти, и вокруг этого, то есть много-много-много разных, там, тихих, громких, там, сильных, не сильных конфликтов. Вот выльется это в плоскость, там, в неправовую? Ну, скорее всего, да. Но в каких объёмах, я не знаю. Скорее всего, будут и провокаторы. — А кто, кстати, эти люди, на ваш взгляд? Кто вот именно в нашем городе может противостоять деятельности штаба, сторонников Навального? Это какие-то безбашенные абсолютно люди, либо... — Если бы я знал, кто поджёг машину, я бы... — Нет, 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 я имею в виду в целом. Кто может противостоять работе Навального в различных формах? — Мне кажется, что в любом случае такие резкие действия — это не просто спонтанное, там, удивление, там, подвыпившего обывателя. — Который испытывает личную неприязнь. — В это я не верю. То есть, скорее всего, это какая-то, ну, организованная группа, имеющая, там, какие-то чёткие цели, вот, понимание, что они делают, как они делают и зачем это делают. Я этих целей не понимаю, то есть, что хотели добиться с сожжением машины, там, запугать, решить возможности передвижения по городу. — Все вместе теперь поймем. — Нет, ну, какая-то, ну, должна быть, доминирующая цель. — Ну, Артур уже написал, что штаб будет работать, цели остаются, мы не сдаёмся. — Запугать лично Артура, запугать, там, сторонников из числа, там, там, самых юных, там, пугливых, может быть, вот, я не знаю, что хотели этим событием показать. Но, скорее всего, там что-то будет ещё. То есть, может быть, там придут какие-нибудь ваду штаблённые люди пиктировать под стены штаба. — Или с зелёнкой. — Зелёнка, там, краской стены помажут. Ну, 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 типичный ассортимент, чего бывает у нас в Киевных России или нет. — Много и часто, в общем, да. — Продолжается особое мнение Олега Ткачёва, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член региональной общественной палаты. Вот как раз про работу НКО хочу спросить, в конце мая был закончен приём, да, на президентские гранты, заявления — это первая волна, пока осенью вторая. — Осенью, да, ещё вторая будет. — Насколько активны были НКОшки наши в этот раз? — От Кировской области подано 36 заявок. — 36. — 36 по сравнению с другими годами больше, меньше, примерно так же? — Были годы, когда было намного больше подано, были годы, когда было меньше подано, то есть так в среде. — То есть пока судить, ну, так, ну, как-то не… — Ну, сейчас… — Какие сферы представляют эти НКО? Какую социально значимую работу они выполняют? — Разные, очень разные организации. То есть мы всё-таки, ну, хотим дождаться результатов конкурса, посмотреть… Вы же знаете, что условия конкурса были существенно пересмотрены, то есть появился новый единый грант-оператор, всё по новым правилам. — А сумма грантов? — Сумма грантов разная. Ну, сейчас же есть ещё градация, мы об этом, кстати говоря, и в эфире говорили. — Да, да. — Там, по местным проектам, по региональным и по, там, межрегиональным. Вот. И появилась градация по суммам, и проекты, ну, волей-неволей, они должны быть вписываться, чтобы, ну, рассчитывать на определённое количество экспертных баллов, там, по победе. Вот. Мы сейчас тоже собираем информацию, то есть мы смотрим, с удивлением видим некоторых заявителей. — А в чём удивление? — Ну, почему? — Мы просто раньше никогда никогда не слышали… — Ага. И они не высказывали, вроде, ни сном, ни духом, что хотят участвовать. — То есть в публичном поле Кировской области некоторые из этих организаций, они не присутствовали, мы смотрим, ну, как интересно, как много у нас некоммерческих организаций, которые там заявляются, ну, посмотрим по результатам. — Ну, лично мы с ним знакомы? — Не совсем. — Со всеми людьми? — Нет, не совсем. — Не совсем. — Ну, он просто, может, ходил человек, вроде здоровая, что с ним, он далёк от этой сферы, а тот бац заявляется. — Ну, посмотрим. — А когда будет известно? — Ну, где-то… — Конкретно уже. — В середине июля должно быть известно… — Кто именно получит, да, эти гранты? — На сайте региональной общественной палаты, на сайте ОПРФ размещено сообщение о том, что в конце июня университета общественной палаты Российской Федерации будет проводить занятия для НКО со всей страны, в том числе будет там дотронута тема, как социально ориентированную работу НКОшников поставить на бизнес-рельсы. Насколько это важно, насколько перспективно. — Вы кое-что говорили уже, кстати, про это. — Да, бизнес-рельсы – это как бы громко сказано. По закону это называется «приносящая доход деятельности». — То есть… — То есть самообеспечение, да? — Ну, да. — НКО. — То есть я был бы просто более точен в формулировках, потому что эти формулировки, они продиктованы там гражданским кодексом и нас всё время муштруют, там тот же Минюст, не называйте это предпринимательской деятельностью. Содержание термина «предпринимательская деятельность» сегодня немного иное. Всё это называется «приносящий доход деятельности». — Приносящий доход. — Понятно. — Хорошо, будем осторожны. — Да, я полностью согласен с тем, что необходимо организации учить, помогать, заниматься приносящей доход деятельности. Буквально вчера у нас состоялась комиссия по развитию гражданского общества, общественной палаты Кировской области. Мы там обсуждали перспективы на 2018 год, а чего же нам в плане развития некоммерческих организаций выстраивать некий вектор. На чём лучше сконцентрировать усилия. Ну и вариантов несколько рабочих. То есть можно расставить приоритеты, допустим, на привлечение в Кировскую область грантов, субсидий, финансовых ресурсах, так скажем. То есть помогать организациям писать, грубо говоря, заявки, выигрывать с тем, чтобы денежки приходили в Кировскую область и тратились здесь. — Ну, эта работа понятна, она ведётся уже долгое время. — Да. — Можно сконцентрироваться на развитии, приносящих доход деятельности. То есть это несколько иные консультации, больше функций сопровождения и обучение совершенно определённым вещам. Можно сконцентрироваться на том, чтобы в веяниях правительства социально-ориентированные МКО становились поставщиками социальных услуг и занимали эту нишу. Но мы так пока и не поняли, вот правительству Кировской области сколько необходимо или достаточно поставщиков социальных услуг? — Что, до сих пор нет информации от регионального правительства? — Конечно. — Ну как? — Чёткой. — Разбирались же, говорили, вот, то есть сколько вешать в граммах, ну, ответ был такой, вот, информация опубликована на сайте, кому надо, пусть читают и занимаются. — Немаленькие, мол, да. Разберётесь. — Понятный позитив. — Мы-то спрашиваем, мы-то чем можем помочь, то есть что именно и в каких объёмах мы можем сделать, ну, со своей стороны, как общественники, имеющие влияние на другие некоммерческие организации, чтобы, там, что-то им объяснить, какие-то тонкие моменты, там, согласовать. Ну, типа, они маленькие сами разберутся, пусть читают, нормативная документация единая для всех. — И это уже не первый раз было сказано, да? — Ну, да, то есть это подспудно, вот, регулярно так. То есть мы не видим какого-то такого большой заинтересованности, большого интереса к тому, чтобы, вот, действительно, некоммерческие организации становились, там, поставщиками социальных услуг, потому что это же надо, ну, вот, буквально по ним ходить и уговаривать. Требования-то там у ГУГО, две страницы, там, ГОСТов и СНИПов, которым должна соответствовать организация. И организации разумно понимают, что с таким объёмом требований это очень большая административная нагрузка. Ну и чёрным по белому везде написано, что если это государственная услуга, то следом придут надзорные органы проверять качество и достоверность. Ну как же, конечно. То есть где эти стимулы и каковы-то те стимулы, которые заставят организацию завалить на себя, там, и такой объём административной работы и попасть под кучу проверок. Вот. Что в этом плане можно поделать? Вот. Ну, что-то можно. Вот. Ну, пока нет. В общем, неопределённость, неопределённость, она имеет место быть и непонятно когда. Да. Вот. В этом ряду вот различных там стратегий поведения, стратегий развития сектора некоммерческих организаций Киевской области, конечно, вот моё мнение тоже такое, что необходимо развивать вот, в принципе, приносящую доход деятельность, вот, чтобы организации могли самостоятельно стоять устойчиво на ногах финансово, там, по крайней мере, там, на самоокупаемость, различные гранты, субсидии, чтобы это уходило, там, ну, там, я не знаю, там, 10-20, может быть, меньше, там, процентов от… Общего объёма. Там, там, финансирование организации, ну, чтобы организация самофинансировалась, там, и, там, не ходила с протянутой рукой, не была зависима от действующей власти, там, от кого бы то ни было. В роли просящего находиться, конечно, так, не слишком по себе становится, да. У нас сейчас реклама будет традиционная для середины часа, Олег Ткачёв – это его особое мнение, мы продолжим через полторы минуты. Ещё раз добрый день, меня зовут Владимир Смитальев, мой собеседник Олег Ткачёв – руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты Кировской области – это его особое мнение. Следующий вопрос, Олег, я что-то не припомню такого, что вы к нам так часто заглядывали чиновники федерального уровня. Накануне приезжала замминистра Министерства здравоохранения, зам Скворцовой Вероники Татьяны Яковлевы, в начале года, мы помним, приезжали премьер-министр Медведев, сама Вероника Игоревна Скворцова, завтра, кстати, ожидается визит замминистра экологии Российской Федерации, а, наконец, в июле анонсирован приезд самого Владимира Владимировича Путина. Что за движуха такая, простым языком выражаясь? – Простым языком предвыборный сезон начался. – Предвыборный сезон, всё, другого ответа у вас нет. – Да, то есть выборы в регионах с прицелом на следующие президентские выборы, то есть понятно, что они идут в комплексе, то есть президент предложил кандидатуру губернатора, временно исполняющего, и кто предложил, тот и морально, и в какой-то степени материально ответственный за свои предложения и должен помогать. – За своё детище, да? – Да. – Но если Путин приедет в конце июля, то это как раз таки практически совпадёт с моментом, с днём назначения, да, как раз, Васильева? – Ну, если как бы выборы губернатора пройдут так, как там они рассчитывают, то это плавно перетекает в президентские выборы, там, следующего года, то есть компания, она не будет остановлена, она просто трансформируется, ну, да, и что здесь удивительного, ну, ездят, высокопоставленные. – Ездят, хорошо, ладно, пусть ездят, хорошо. Про бывшего губернатора Кировской области тоже хочу спросить, послезавтра, 24-го числа, будет ровно год с момента его задержания, новость об этом насколько появилась, наверное, на сайте Следственного комитета. В начале седьмого, по-моему, часа вечера, 24-го июня 2016-го года. И вот накануне Мосгорсуд принял решение о том, чтобы продлить арест Белых до конца сентября. Многие восприняли без радости это решение, потому что считают, что, ну, хватит уже мариновать экс-губернатора Кировской области, давать уже в суд дело, судить и доказывать, что он действительно виновен. Вот, в частности, в нашем эфире известный в Кирове предприниматель наш коллега Азиз Агаев заявил, что он считает, что следствие закончено, держать его дальше под арестом, на его взгляд, неправильно, несправедливо и бесчеловечно. А Вы какие испытываете эмоции и какие мысли у Вас? Я присоединюсь к этому мнению. То есть… Мнение о Дизаличии, да? Да. Я не знаю, зачем его продолжаю держать. Я не знаю, какое давление на свидетелей он может оказать. То есть… Не представляю. То есть… Это основная линия, да? Ну, это стандартная… Вот… Неформально, черт его знает. Вот… Но все это, конечно, грустно, печально и все это необходимо как можно быстрее прекращать. Ага. Вот недавно как Вас 42 года исполнилось. Никите Белых, Вы видели, да, эти поздравления, которые шли ему в Фейсбуке? Очень много известных людей поздравляли и желали ему здоровья и освобождения, исхода, собственно, этого дела, благополучного для него. Вот такая реакция широких слоев общественности, что для Вас означает? Ну, во-первых, я бы не стал говорить, что это очень широкие слои общественности, то есть все-таки… Ну, интернет общественности такой. Там… Это не единственная социальная сеть, вот, и не все пользователи этой социальной сети высказались по этому поводу. Ну, определенная часть, там, людей, конечно, там, желают, там, всего хорошего бывшему губернатору. Вот, я бы тоже присоединился к этим пожеланиям, вот, ну, не знаю, наверное, как бы на сравнении, там, с чем можно связать такую реакцию? Ну, то есть люди помнят добро. Помнят добро. Ну, может быть, еще фактор у нас, у русского человека есть такой, вот, проходит какое-то определенное время, и мы же прощаем, да, как-то остываем, и есть такое. Возможно, были какие-то претензии, но вот сейчас, по прошествии времени они как-то рассосались. Вы знаете, не так давно мы беседовали в этой студии с лидером кировских коммунистов, Сергеем Мамаевым, я его спросил, вот, говорю Сергею Павлевичу, вы как вот лично, по-мужски, по-человечески сочувствуете бывшему губернатору? Понимаете, что он оказался в такой тяжелой ситуации? Учитывая то, как вы с ним, да, какое сопротивление у вас было, и суд был, и сколько, 90 тысяч рублей, по-моему, да, советский районный суд присуждал в пользу белых, он сказал, да, вот я сочувствую. Чисто по-человечески. Ну, хорошо. Хорошо. Давайте идем дальше. Очень интересное интервью появилось на днях, да, временно исполняющего губернатора Кировской области. Вы почитали, да, ТАСС, он дал интервью. Я как-то мельком урывками, то есть я как-то не вчитываюсь на все интервью первых лиц. Ну, часто дает в последнее время активное интервью. Вот фраза, фраза, там, зацепился глаз за нее, честно говорю, я приехал в Киров, чтобы здесь сделать хорошо. Ну, мы тоже за все хорошее против всего плохого, там, замечательно, ну, что можно сказать? То есть такая фраза, ну, вот она вот общая, без конкретики, кому сделать хорошо. А что можно еще сказать? То есть, что еще можно сказать? То есть, в принципе, как общий вектор, я приехал, чтобы сделать хорошо. Ну, замечательно, мы тоже очень рады. Мы тоже хотим, чтобы было хорошо. Ну, это же определенный жанр, это же жанр, там, политических интервью. То есть, мне вот этот жанр, он вообще перестал быть интересен. Потому что… Вы знаете подноготную? Ну, любые, как бы, фразы подобных, там, интервью, они согласовываются, вылизываются, причесываются. Может быть, в реальности, там, было сказано что-то большее, там, с каким-то интересным разворотом, с подробностями. Ну, в итоге, после, там, всех редакторских правок, после, там, прочтения, там, специалистами в предвыборную компанию, осталось только то, что осталось. Зато безопасно, зато ничему не противоречит. – То, что мы прочитали, это невозможно, да? – Да. – По вашему мнению. Ну, кстати, в интервью Игорь Васильев на протяжении уже последних месяцев, по большому счёту, говорит об одном и том же, об успехах в Кировской области, в лесной сфере, в здравоохранении и так далее, и так далее. Вам что-то хочется ещё новенького-то на данный момент? – Да, конечно, хочется. – То есть… – Просто повторяется, по большому счёту, одно и то же, разным зданием. – Ну, то есть, вот, сколько помню губернаторов, они все занимались, там, лесной сферой, там, ну, и прочими-прочими, далее по списку. Вот. Каждый, там, регулярно рапортовал об определённых успехах. Вот, я даже не помню, там, конкретные успехи, вот, кто-то в кубометрах там выражал. – Ну, они примерно где-то вот здесь, в одной сфере. – Да, 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 да. То есть, в принципе, вот, к этим успехам мы уже привыкли и уже не реагируются. Вот, если бы, там, я не знаю, вдруг появился, там, новая сфера, там, компьютерных технологий, вдруг… – Вдруг? – Да. – Ну, кстати, у нас кое-какие наметки-то есть в этом отношении, у нас же есть посёлок айтишников, например, он, да? – Ну, вот, вот, вот. Где всё это? – На энтуазизме. – Где успехи, там, в каких-то таких вот вещах? – Или прорыв в общественной сфере, родной для вас? – Ну, нет, нет, боже упаси. – Боже упаси. – То есть, любые прорывы в общественной сфере, да, это дестабилизация ситуации, то есть, это… когда качнуть в одну сторону, значит, рано или поздно будет отмашка. То есть, маятник качётся в другую сторону. Я за эволюционное преобразование и за то, чтобы не было прорывов в принципе, не было прорывов. То есть, чтобы были медленные, но поступательные движения, то есть, шаг за шагом, там, кирпичик по кирпичику, вот, система трансформировалась. Без революции, без, там, каких-то, вот, всплесков. – А в плане технологическом, финансовом и прочем, вот, такие, ну, построили предприятие, сразу плюс, там, сколько, там, сотен, там, рабочих мест, плюс, там, сколько, там, миллионов, там, в доход, там, с налоговых отчислений и так далее. Здесь, вот, возможны прорывы. Вот. Ну, где, где? Вот. А если это предприятие не просто очередная, ну, очередная деревообрабатывающая компания, вот, не очередная лесопилка. Если это принципиально, там, иное предприятие, там, по технологическому и интеллектуальному уровню, вот, то, значит, это будет востребованность определенных специалистов, вот, значит, это влияние на сферу образования, то есть, этих специалистов надо будет впоследствии готовить для работы на этом предприятии, ну, и так далее, то есть, это вытягивает из собой много-много чего. Ну, вот, просто хотелось бы, вот, как мечта-то, вот, хотелось бы увидеть вот такие прорывы, вот. Хотелось бы видеть, что область, Кировская область растет, крепнет, развивается, вот, появляются какие-то новые производства, там, новые предприятия, вот, раз за разом, там, населенный пункт к населенному пункту, там, в них происходит что-то интересное, там, что-то строится новое, туда приезжают люди. Хотелось бы это видеть. А еще в этом интервью ТАСС Игорь Васильев, ну, я вот это как упрек воспринял, он упомянул об имидже нашего региона, о котором можно составить представление по новостям. Вот он сказал, что уезжая на работу сюда, он оставил своей 82-летней маме планшет, научил ее заходить в новости и читать вот о том, что происходит у нас. И говорит, что полно чернухи, то сосед пошел на соседа с топором, то ДТП, и больше ничего у нас не происходит. А на самом деле есть очень много хорошего, о чем мы не знаем. Ну, это к вопросу о том, что там любые события в нашей жизни, их кроме того, что они сами по себе происходят, каждый день происходит много чего. Ну, это все еще надо и упаковывать, и предлагать, и, собственно говоря, продвигать. То есть интернет на этом и построен. Поэтому там… Да, я понял, вот у Вартура обошлось одну машину сожгли, а у кого-нибудь там сын родился. Да, 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 да. Вот. И то и другое событие, но они разной ценности, разной важности, и только там опытные люди, ну, условно говоря, журналисты, ну, не только журналисты, там, официальных, там, СМИ, ну, и в том числе блогеры, там, просто жители, там, своими заметками, впечатлениями, они придают значимость любому событию. Они могут его описать, там, с той или иной точки зрения. Там одно и то же событие иногда можно преподнести, что это отрицательное событие, что после его, ну, после этого события стало только хуже всем. А можно это же событие описать, что нет, наоборот, это лучшее, что могло произойти. Сосед пошел на соседа с топором, а сосед оказался тот пострадавший серийным убийцей. Да, 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 да. Это что-то в этом роде. То есть, понимаете, как бы, вот, судить по новостям, вот, да, из всего этого складывается имидж. Вот, ну, извините, как бы, что людям интересно, они то и обсуждают, то и пишут, что средства массовой информации опираются на мнение своих читателей, вот, и дают ровно тот информационный контент, который нужен, там, своим читателям. В общем, проблема-то, видимо, в обществе в целом. В обществе в целом. Если бы со школьной скамьи люди привыкали, как бы, писать, там, рецензии на спектакли, то Кировская область славилась бы, там… Именно этим. Именно этим. Театральной жизнью. Ну, вот, я к примеру говорю. Понимаю, да, к примеру. Смотрите, одна же сфера влияет на другую. То есть, если много людей, умеющих писать, чувствующих, понимающих, там, в какой-то сфере, они же толкают вперед вот эту сферу, появляется культурная журналистика, вот, и на эту культурную журналистику уже начинают опираться, там, действующие театры в своих, там, репертуарах, в своей, там, художественной политике, там, возникают новые институции, которых раньше не было, потому что им интересно работать в поле, где это обсуждается. С. Одно вытаскивает другое просто. Одно вытаскивает другое. Вот. И это работа, ну, не одного года точно. Вот. Но этим надо заниматься, вот, чтобы у нас, там, допустим, где-то через пять, через шесть появились принципиально иные новости. Этим надо заниматься, там, позавчера. Вот. Ну, по крайней мере, если сегодня займемся, то эффект будет через, там, сколько-то лет. Ну, я не вижу, чтобы этим кто-то занимался. С. Это действительно так. Олег Ткачев, это его особое мнение, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты нашего региона. На этом заканчивается наша встреча. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...